Привет, друзья! Недавно я рассказал о том, что начал обучаться языку программирования Python, потому что я хочу вспомнить былое и вспомнить, что я все-таки IT-специалист по образованию, по специальности и программировать. Но сегодня я хочу показать очень полезную штуку, которую можете использовать вы, то есть программировать. То есть вы можете программировать, не программируя, не используя язык, и это очень полезная штука. Поэтому смотрите мое видео до конца. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что да, я начал заниматься, я начал изучать язык Python, программирование. И прежде всего, для чего мне это нужно? Ну, во-первых, специальность, конечно, очень хорошая, во-вторых, мне это интересно, а в-третьих, это полезно. И я хочу использовать эти знания, прежде всего, для себя, то есть сделать какие-то вещи, которые не позволяют сделать, например, торговый терминал КВИК. То есть я могу создать, ну, собственно, терминал КВИК, который покажет мне, позволит мне работать. Итак, смотрите, что мне не нравится в терминале КВИК. Вот сейчас я занимаюсь торговлей, опционами, трейдингом, как вы знаете. И там есть такие параметры, как Дельта. Ну, те, кто занимался на курсе по опционам, все понимают, о чем речь. И есть доска опционов. Вот давайте посмотрим на нее. Вот, доска опционов. Она у меня выглядит сейчас вот таким образом. Посмотрите, ну, что здесь. Здесь с правой части зеленым цветом выделены опционы Call, с левой стороны опционы Put. Но что я сделал здесь? Посмотрите, вот, смотрите, как программировать, не программируя. Что я сделал здесь? Ну, вот вы видите, вот здесь вот какие-то все-таки несколько отличающиеся цвета. И вот здесь вот желтым цветом выделены мои заявки. То есть, те позиции, в которых у меня есть сейчас позиции. Те пункты, в которых есть у меня позиции. Что-то куплено, что-то продано. Здесь куплены, проданы мои опционы Call. Здесь, соответственно, мои опционы Put. Я их вижу. Но, так как опционы, тем более опционы на золото, как вы видите, они крайне низко ликвидные, то посмотрите, какая штука. Я могу сделать так, что, ну, давайте посмотрим, скажем, вот. Вот, да вот на этот стакан, вот. Давайте посмотрим на этот стакан. Посмотрите, он пустой. При теоретической цене 80 долларов за один опцион, значит, предложение купить 15,5 долларов, и предложение продать вообще нет. Никаких предложений продать. Что это значит? Ну, это значит, что, наверное, значит, если кто-то захочет продать, то он сможет продать только по 15,5, правильно? Вот. Ну, на самом деле, давайте, значит, 15,5, как вы понимаете, очень выгодная цена по сравнению с 80 долларами. Давайте поставим там 20 долларов. Посмотрите, что сейчас произойдет. Смотрите внимательно. Покупка 20. Я не знаю, денег у меня хватит или нет, конечно. Ну, посмотрим. Да, хватило денег. Посмотрите, что произошло. Я поставил заявку на 20 долларов, и тут же выскочила заявка. 20,1 кто-то выставил. Кто ее выставил? Как вы думаете? Ее выставил робот. Потому что, ну, на бирже, как вы знаете, торгуют роботы в основном. И, конечно же, для того, чтобы сделать робот, надо быть программистом. Это первое. Теперь смотрите следующий момент, который вы можете использовать. То есть это я хотел продемонстрировать, что тут торгуют роботы. Сейчас эта заявка вот исчезнет на 20, через какое-то время. Потому что робот посмотрит, а этот чувак ушел, все, он безопасен. А сейчас смотрите внимательно следующий момент. Что я сделал? Ну, как минимум, можно помочь самому себе, потому что роботы не всесильны, во-первых. Во-вторых, значит, информация вот эта вот на таблице, она обновляется там раз в 20 секунд. И бывают такие моменты, когда реально можно купить ниже теоретической цене какой-то актив или продать. Каким образом это происходит? Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите внимательно на эту табличку. Смотрите внимательно на эту табличку. И сейчас я вам покажу. Ой, а уже не покажу. Заявочки сработали. Так, сейчас я попробую это сделать еще раз. Значит, смотрите. Вот здесь теоретическая цена 53 доллара. 53 доллара. Давайте я сейчас попытаюсь продать их по... Продать один опцион. Он у меня есть. Вы видите, у меня 9 опционов. Сейчас я попытаюсь продать. В 60. Да, получается. Ну, получается. Как видите, никакой робот не сработал. Здесь все нормально, потому что цена сильно выше, чем теоретическая цена. Сейчас давайте изменим эту заявочку на 53. Смотрим, что произойдет. Я реально не обижусь, если он продастся на 53. Ой, уже нехватка. Так, ладно. А, ну да, конечно. Меняем эту заявку на цену 53. Все нормально. А сейчас смотрим внимательно. Смотрите внимательно вот на эту табличку. Если я чуть-чуть опускаю цену. Смотрите, 52,7 сейчас теоретическая цена. Она обновилась, да? И я ставлю 52,6. Посмотрите. Красным цветом. То есть, я одним взглядом просто могу посмотреть на таблицу и увидеть, что в таблице, то есть где-то здесь на рынке появилась заявка на продажу ниже, чем теоретическая цена. Либо то же самое я могу увидеть, что появилась заявка, сейчас я вам это продемонстрирую, что появилась заявка выше, чем теоретическая цена. Сейчас я попытаюсь это продемонстрировать. Так, смотрим, какая у меня дельта. Да, я могу это сделать. Снимаю эту заявку. Посмотрите, выше, чем теоретическая цена. Вот у меня здесь есть цена 108,9 доллара за штуку. Вот она. В стакане, видите, 21 доллар на покупку. Я ставлю цену на покупку. Друзья, я хотел сказать, что у меня произошел сбой в это время, поэтому дальше демонстрация будет идти с другими параметрами, не с теми, которые заявляются. Но суть от этого не меняется. Так, что-то я не понял. Зачем мне айсберг-заявка? 108. Зарегистрировано. Здесь 109,1 сейчас. Давайте поставим 109,1. Появилась заявка в стакане, то есть кто-то хочет купить выше, чем теоретическая цена. И это сразу видно. То есть надо брать. Ну, я думаю, что она сработает. Давайте опустим ее немножечко, чтобы она вот так была. Я хотел показать, что вот это можно запрограммировать. Каким образом это можно сделать? Это может сделать каждый. Смотрите, и здесь есть элементы программирования. Конечно же, все вот это, вот вся эта оболочка, квик, она написана на языке программирования. Ну, достаточно серьезном. Скорее всего, это язык программирования там C++. Но туда же можно влезть и при помощи языка Python. Для чего я изучаю Python. Вот. Вот то, что я сделал, реализовал здесь. Посмотрите, как это реализовано. Посмотрите. Форматирование. Предложение. Кол. Вот оно. Условия форматирования предложения кол. Я сделал первое условие. Если цена меньше, чем теоретическая цена кол, то формат. Красный фон, желтый цвет и болт. Выбранные ячейки тоже самое. Красный фон, желтый цвет и болт. Все. Вот. Но при этом, если я уберу вот это, то у меня получится очень много таких заявок, потому что там просто нет в стакане никаких заявок на продажу. И это меня немножечко смущало, поэтому я поставил вот это вот условие. Сейчас я его верну. Добавить условие. Равно нулю. Здесь можно поставить меньше, либо равно, но это не так важно на самом деле. Здесь равно нулю, реально. Формат. Ставим зеленый цвет. И здесь зеленый цвет фона. Ставим текст. Ну, черный оставляем. Дальше все остается, так сказать, по-прежнему. Применить, сохранить. Все. Вот такая штука. Та же самая штука у меня. Вот здесь. Используйте, пожалуйста. Если больше, так сказать, то вот. Ну, здесь ноль по умолчанию всегда меньше. И аналогично здесь же. На цене пуд. Пользуйтесь. Почему надо сделать это именно в этом порядке? Посмотрите. То есть, я как программист вам скажу, что программа сначала смотрит все вот эти ячейки. Программа, которая написана, которая вот отвечает за построение вот этой таблицы. Она сначала смотрит все цены, которые меньше, теоретические цены колл, делает формат красным. А потом, то есть, здесь порядок важен. Сначала делаем меньше, а потом делаем, если равно нулю, то есть, если она меньше и при этом равно нулю, то формат остается зеленым. Вот такая штука. И я хочу, ну, построить, естественно, взаимодействие из своей программы с терминалом Quick. Что я для этого делаю? Я беру, значит, могу настроить здесь вывод всех вот этих данных в файл. Ну, как это делать, я уже рассказывал на своем курсе по опционам, насколько я помню. Вот, смотрите. Вот здесь вот эту табличку я могу вывести через ODBS сервер. Ну, я говорю, вот вывести сейчас. Я там настроил все. Сейчас она должна вывести. Мне вывела. Все. Табличку обновила. То есть, вот эта табличка Quick, она вывелась вот сюда. Вот сюда. File.quick.xlx. Давайте смотрим на этот файл. Вот он. В виде Excel я ее вывел. Вот сюда. Что-то он долго открывает у меня. Вот он, этот файл. В таком виде. В таком виде. И с этим файлом я уже могу этот файл, ну, прочитать теоретически из своей программы и что-то с ним сделать. Я могу сделать с ним все, что угодно. Вот сейчас вы видите ту программу, которая меня читает. Вот она, простейшая программа на языке Python. То, что я сделал, так сказать, импорт, пандус, так сказать, тра-та-та, вы это видите. Вот мой файл равно pdxl, прочитать этот файл. И информация по файлу выводится, о структуре этого файла. Ну, на самом деле, это просто для проверки, как программист, я могу сказать. Дальше я беру myData. Ну, в общем, эти операции лишние, на самом деле, в общем-то, насколько я помню. Вот, давайте мы их сейчас закомментируем. И следующее. Я строю фигуру, и сейчас я построю график, который выдает мне что? Временную стоимость опциона call. Посмотрите. То есть программа сейчас прочитает всю мою информацию, которую я получил из квика, моя программа на Python, и выдаст мне в виде графика ее. Вот, смотрите, вот идет выполнение этой программы. Смотрим сюда. Вот, она выдает мне структуру, то есть она сейчас только что прочитала. Так, смотрим, что будет дальше. Дальше она мне строит график. Временная стоимость опциона в call. Вот, временная стоимость опциона в call. Вот такой график. Ну, на самом деле, график пока еще смешной, все это в таком, ну, виде простецком. Но библиотека, вот, визуализация этих данных сейчас, ну, то, чем я занимаюсь, так сказать, ну, в процессе обучения, конечно же, она позволяет мне построить самые вообще фантастические образы из того, что происходит, чем я и буду заниматься, поэтому я вам покажу, ну, результаты, которые у меня будут. Фактически у меня будет вот здесь, вот, буквально в моем браузере, будет, ну, здесь вся информация. Дельту я буду считать непосредственно потом временную, внутреннюю стоимость опционов, то есть все-все-все-все, что нужно мне. И, конечно же, она будет отслеживать вот те штучки, которые красным цветом загораются. Она будет мне кричать буквально моим голосом, что такой-то опцион лучше бы прямо сейчас купить. Вот, и, возможно, она будет мне посылать такие смс-ки, на что я надеюсь. Вот то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, а для вас я показал, что можно программировать, не программируя, вот, то, что я вам показал. Я надеюсь, это видео будет кому-то полезным, поэтому я его и продемонстрировал, во-первых. А, во-вторых, ну, следите за моим прогрессом, что будет дальше. Я буду вас держать в курсе время от времени. Надо сказать, что программирование дается мне, не скажу, что очень легко, потому что, во-первых, ну, у меня опыт, конечно, есть, программирование на языке C++, но язык Python довольно сильно отличается от C++, и поэтому приходится, ну, переучиваться, что ли, и очень много учить заново. Занятия очень плотные, и, ну, я бы, конечно, мог порекомендовать кому-то, но прямо скажем, что это нужна серьезная, как бы, подготовка предварительная, наверное, все-таки. Тем, кто не имеет опыта в программировании, в программировании на Python сразу, вот, на этих занятиях лучше, ну, не соваться, потому что, потому что это достаточно сложно. Вот. То, что надо пройти где-то за год, нам дают буквально там за месяц. Это очень плотно, и мы очень много сами должны изучать. То есть я сижу сейчас и изучаю. Вот. Но сейчас я хочу традиционно попросить вас поставить лайк, и до встречи. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий.